Всем приветик! И началась стираться машинка, да! Всем привет! Хочу снимать новогодние влоги в преддверии Нового года, вообще, что у меня в жизни происходит. В первую очередь, наверное, себе на память, во вторую очередь для вас, для моих подсничников, 127 подписчиков. Сегодня 20... какое? Так, 31-е, 30-е, 29-е, 28-е, 27-е число. Вечер 27-го числа, по идее. Я сейчас развешиваю стирку, потом буду ужинать и готовить сторис на завтра. Пока что такие планы. В первую очередь хотела показать, что у меня здесь на ужин курица с картошкой. Ну, не прям очень красивая, потому что самую красивую и вкусную часть я дала Даулету с папой. Кстати, Даулет сегодня уехал в Ак-Тубе на поезде с папой, а я из-за своей работы уезжаю 31-го числа с утра, пью же сам. Поэтому вот, такие интересные влоги должны получиться. Хочу их снимать, надеюсь, у меня хватит на это памяти, времени, плюс еще надо не забывать ввести сторис. Я уложилась на этот прашинг, как это называется. Не знаю, насколько хорошо получилось, это мой второй раз, кажется. Я хочу его сейчас показать в зеркале. Посмотрите. Круто, что вот так вот уложилось. В принципе, объем неплохой для момента того, что я только что укладывалась. Плюс, без никакого... У меня не было здесь стайлинг, вот этот мусс, а потом... Что еще есть? Мусс, стайлер, стайлинг, да, или как он там называется. У меня еще не было. Вообще, ну, никаких средств. Просто я помыла голову на этот фен уложилась. Обычный, кстати, фен, обычный брашинг за... Точнее, вот эта вот штука, которая прокручивается. Я вот здесь добавлю фотографии, потому что я не знаю, как он называется. И все. Даже вот тайссен, ну, ну, либо. Вот реально, посмотрите, очень объемные волосы получились, особенно на корне. Мне так нравится, чем какой-то... Ой, даже не знаю, как его называть. Как-то просто ложишься спать и засыпаешь сосульками. Вот. В принципе, неплохо получилось. Посмотрим, что завтра будет. Наверняка завтра этого всего уже не будет. Но ощущение того, что я хотя бы это сделала, это уже хорошо. Сейчас я включу на ютубе... Что-нибудь на ютубе. И начну готовить сторис на завтра. Потому что так, если я сейчас не приготовлю, то завтра у меня вообще времени на это не будет. И, ну, вот как бы придется сделать это сейчас. Самое главное, это завести машину. Время 10.08. Она там, кстати, не найдет. Почему надо завести? Потому что я уже должна через 20 минут выехать. Я вообще не представляю. Я не выспалась. Пожертвовала своим завтраком ради сна. Вообще состояние не очень. Уже вышла. Еду на лифте. И у нас здесь такое новогоднее сравнение. Я не знаю, раньше, кажется, в газетах такие были. Или на альбомах, на открытках клеили. Они такие, типа, как 3D. Видите, сзади там вальта. Вот. А, еще вот с машиньки здесь вышла. Я опухся. Я почти встала 30 минут назад. Ну, увы, ах. Идем в машину. Кстати, меня пригласили снимать рекламу какого-то бренда. Идем. Сейчас с апельсинами гонорары возьмем. Что, бренда? А что тебе не бренд? Мультибрендовая. Я скриптонет. У меня уши замерзли. Снимать? Давайте. От Фруксити поздравляю Мурата с наступающим Новым Годом. С Новым Годом тебе. Спасибо вам, девчонки. Не за что. Расходимся. Девочки, расходимся. Я уже все разделась. Отработала свою мандарины получила. Сейчас мы зашли в Смол, чтобы купить в салон мандарины, кстати. И потом кому-то обед из девочек. Вот так вот у меня уши замерзли, отмерзли, красные. Просто надеюсь, я не заболею. Всех с Новым Годом еще раз. Приехала отвозить Деда Мороза и Снегурочку, собственно, у людей, у которых я это брала. Мне пришлось приехать в торговый дом в Кулежан. Вот. Это, кстати, торговый дом в Астане. Честно, я не помню, куда мне надо идти. Но мы зайдем, наверное, с второго входа. Выглядит моя жизнь за рулем. Я просто стою в пробке на улице, идет снег невероятный. Я просто ем плов, который купила себе в торговом доме, как подарочек. Вот. Знаете, что самое отстойное в этой ситуации? То, что я опаздываю. Ну ладно, я скинула, написала, что я опаздываю. Ну, а по-другому как? Так, как, если здесь ехать 16 минут и на левом берегу пробки. Хотя время... Время только 4. 4. Уже пробки. Я вообще не понимаю, когда в Астане не бывает пробок. Мне кажется, она всегда с пробками. Всегда. Никогда не бывает, что здесь нету пробок. Я за целый день очень устала ездить за рулем. После я сейчас пойду снимать и потом покупать до улету подарок. Надеюсь, кстати, я пораньше поеду домой, потому что меня ждет монтаж двух роликов, трех... Четырех роликов. Можно обязательно смонтировать. Плюс еще, конечно, подготовить сториз. Это тоже занимает немаленькое количество времени. Очень много занимает. Часа два. Плюс еще с монтажом. Еще вот этот влог я должна смонтировать. Хочу очень прям выкладывать неделю влогов. Потому что это интересно. И они будут называться Christmas. 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 Нет, Vlogmas. Vlogmas, наверное, а не Christmas. Вот. Что-то... На что-то такое я рассчитываю. Хочу, по крайней мере. Как будет, не знаю. Сейчас я вам покажу, сколько людей стоит сзади меня. Очень много. Меня там не видно. Но я доехала до светофора. Это уже что-то хорошее. Сейчас вот поедем дальше. Кстати, это Луи младший. Я его подарила до улету на день рождения. Как выглядит наша машина. Здесь у меня что лежит сзади? Пакеты от Chipsy Place. Плюс еще штатив. Ой, зеленый загорелся. Едем. Все. Я припарковала машину. Доехала. Опоздала я, например, на 15 минут. Сейчас я вам покажу свой офис. Вот мой офис. Бизнес-центр Суник. Сейчас мы здесь будем снимать ролики. На улице, в принципе, тепло, когда нет ветра. Но если есть ветер, то это все. Капец. Ютуб-канал «Скажи что-нибудь». Как он с этим? Всем привет, подписчики. Привет, привет. Мы сегодня снимаем видео для нашей компании Connect Home. Занимаемся остановку утромок. Все. Миллион слое. Одна комната, кстати, или как? Одна комната еще дешевле получается. Да? Свои 700 тысяч. На кухню такую поставила, да, и все. Или типа зал. Я пришла себе. Я дошла. Опоздала я на 17 минут. Ну я могу там, не знаю, в камеру. Я думаю, что ты едешь. Он выше отрабатывает. Короче, мы приехали от Везли Стаса. От Везли Стаса. Он сейчас что будет? Что он делает? Поехал относить. Относить поехал, потом попросил его закинуть тоже в сторону Экспо. Заберем по дороге теляриного парня. Поедем в Силквейн. Купим Даолиту подарок. Купим моему Таиному Санте подарок. Купим мне подарок на Новый год. Самое главное. И потом поеду домой. Вот. А дома никого нет. Меня никто не ждет. Ты знаешь, у меня сестра уедет. А сейчас я уеду. Где ты уеду, парень? Никого дома нет. Я одна. В одиночестве дома. Приезжайте ко мне. Не ладно, я не права. Попробуй, чайка-чайка. Попробуй, мне это надо, надо. Мне кажется, что кружится. Да, да. Но нам не ладно, я не права. А у тебя не Таипси? А как вы думаете, что было дальше? Пиши в комментарии. Сегодня с вами на связи диджей Диля. Я со своим соком, который пытаюсь выпить с 12 утра. До сих пор на него время. Я не хочу побольше, открою. Я открываю. Она здесь почему-то в ней что-то открывается. Не знаю. Бьем? Давай тут. Мы ждем Диляренова парня. Потом поедем в Силхуэй кушать. А потом мы пойдем смотреть Даулету подарок. Моему тайному Сантику купить сертификат золотое яблоко. Моему папе надо посмотреть подарок. Вот. Давайте. Как Гаурет. Бургер Кинг. Опять. Опять Бургер Кинг. Мы приехали в Мега Силхуэй. Я говорила, кстати, зачем мы приехали. Сейчас Диляра идет со своим парнем. Да, если чувствую третий лишний. Ну ладно. Ничего. Главное, я вышла на смотреть подарок. Это самое главное, что я сейчас купила его. И все. Остальное все в принципе не важно. Я сейчас снимаю с себя. У меня рука такая протянута. Я себя снимаю. И люди на меня смотрят. И думают, наверное, капец. Кринж. Сару именно зашла. Только что мы покушали Додо пиццу. Я смотрю себе платье, в котором я буду встречать Новый год. А в Заре огромные скидки. Просто нереальные. Можем найти много вещей. По очень, кстати, даже приемлемой машине. В принципе. Вот я пока что в поисках. Но не нашла то самое. Додо, которого я померила. Это такое серое платье. У него очень приятная ткань. Но мне кажется, она не качественная. Но очень приятная. Типа 2-3 раза потираешь, скатается будто бы. Стоит 12 тысяч. Вот такая она внизу. Очень длинная. Но мне кажется, очень красиво смотрится. О. Это вот такая вот кофта боди. Мне, капец, очень нравится. Вот такая вот у неё качество. Более такая не получше. Стоит, правда, на 12 тысяч. Ну, мне кажется, очень красивая. Как он? Крайний лот на сегодня. Это вот такая вот кофта. Она идёт как макарон. Чёрного цвета. Классическое. Это вообще ребят плачет. Ну, она мне просто не стоит 6 тысяч тенге. Такая она. Пойдёт. Видите, эти все люди стоят как бы на кассу в золотой яблоке. Какая у них нереальная водочка. Пусть подумают. Все люди. Все, все, все. Стоят на кассу. Приехала в Вайлбрис. Посмотрите на мои волосы. На улице ветер ужасный. Какая-то чушка какая-то. Сейчас будут забирать милый подарок и слава. Вот. Я доехала до дома. Побыла щуковой. Я не помню, я вам там снимала или нет. На улице был ужасный ветер. Просто отвратительно. И я не смогла снимать на улице нормально. Ну, в общем, показать, что происходит. Типа где я, что я делаю. Но мы были в Силквей. Я ничего там не нашла. Подарок, который хочет Даулет. Его почему-то там нету. Ну, он искал подарок, который я должна была купить Даулету. Его там нету. Он есть в Ханшатыре. В Ханшатыр я не поехала. Я в итоге поехала в Силквей. И его там нет. И я не знаю, что делать. Ну, я хотела зарядку взять, но здесь, кажется, тоже нету. Ладно. В Ханшатыре, собственно, есть, кажется, этот подарок. Но также я искала себе два платья, которые мне очень сильно понравились. Ну, так, на вид. Я их не мерила. Но мне кажется, они мне пойдут. Их тоже, кстати, не было в Силквей. Это очень грустно. Это один торговый центр, а я видела их в другом. Но я почему-то думаю, что именно в этом магазине он должен быть. Я почему-то была уверена. Но оказалось, это не так. Вот. Что еще? Я время 8. Я выехала с утра в 10 часов. Я не в 10. Я проснулась в 10. Выехала я в 11. А, нет, в 10. В 10. Я выехала в 11. Уже была на месте, где снимала детей. Сейчас я, наверное, полежу немного. Чуть-чуть устала. Даже не хочется ничего монтировать, ничего делать. Немножко хочется просто побыть на Индене с собой. Посмотреть какие-нибудь тиктоки, развлекаловки. Что еще сказать? Купила, кстати, в золотом яблоке сертификат. Я же играю Тайного Санту. Я человеку должна была подарить сертификат о золотом яблоке. Там минимальная сумма на 10 тысяч тенге. Я и купила на 10 тысяч тенге. Мне тоже должны подарить сертификат в Зару, потому что я его попросила. Потому что мне понравились там два красивых платья и двух людей, с которыми я играю в Тайного Санту. Я попросила подарить мне сертификат в Зару. Не знаю, на какую сумму они мне подарят, но завтра я должна забрать свои подарки. И что потом? И все. И в субботу я могу спокойно купить себе вещь, которую я хочу. Плюс еще подарки. Сейчас мне нужно просто полежать. Такие у меня планы. Буду, наверное, монтировать влог. Пока что с вами прощаться не буду, потому что я еще покушаю, еще что-то буду говорить вам. Ну, не знаю. Пока что прощаться не рассчитываю. Ну, а начну монтировать этот блок.